Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео мы разбирали подключение сетевого диммера на основе семистора BTI 16 к Arduino и выяснили, что библиотека от производителя данного модуля работает с Arduino Uno и многими другими микроконтроллерами, но не поддерживает микроконтроллеры семейства AT-Tini. Сегодня научим взаимодействовать с этим диммером микроконтроллер AT-Tini 85. Для работы с диммером я взял за основу скетч из интернета и немного видоизменил под свои нужды. Ссылка на скетч и страницу, откуда его взял, есть в описании к видео. Вначале подключаем библиотеки для работы с прерыванием, далее определяем пины, которые у нас будут работать с ШИМ-сигналом, детектором нуля и чтением аналогового сигнала с потенциометром. Все, можем загружать скетч в AT-Tini. Переводим Arduino Uno в режим программатора, устанавливаем на него наш самодельный модуль, ссылка на видео, где я его изготавливал, будет в описании к ролику. В платах выбираем AT-Tini 85 и загружаем скетч через программатор. Далее можем не вынимать AT-Tini из программатора и подключаем его к сетевому диммеру и потенциометру согласно схеме. Схема есть в описании к видео. Пин ZC Zero Cross диммера подключаем к седьмому пину AT-Tini, пин PVM диммера соединяем со вторым пином AT-Tini, а вторую ножку потенциометра с третьим пином AT-Tini, который умеет работать с аналоговым сигналом. И подаем питание на макетную плату, тем самым подключив к питанию потенциометр и диммер. После соединения видим, что потенциометр действительно регулирует яркость. Вот только при значениях, которые были в исходном скетче, лампа полностью не гаснет. В нашем случае, чем больше будет значение четвертого аргумента функции MAP, тем ниже яркость лампы. Вот только при увеличении данного значения в определенный момент лампа снова начнет светиться в полную яркость. То есть нам нужно установить максимальное значение четвертого аргумента, при котором лампа не начинает снова светиться в полную яркость. Это и будет состояние выключенной лампы. Установим значение четвертого аргумента 150 и видим, что в крайне левом положении лампа снова включается. Опытным путем найдено, что максимальное значение соответствующее нулевой светимости лампы составляет 147. При 148 лампа то не светится, то включается на полную мощность. То есть это пороговое значение, которое нас не устраивает. Остановимся на значении 147. Таким образом получилось, что интервал регулирования от 147 до 2. Вот только загрузить данный скетч в ATT-NE13 не получится, так как в скомпилированном виде он занимает больше 1 килобайта. Даже если отказаться от функции MAP, а просто делить получаемое от потенциометра значение, то скетч все равно занимает более 1 килобайта. Да и если бы нам удалось сократить скетч до размера менее 1 килобайта, все равно для таких целей ATT-NE13 плохой вариант, так как в скетче мы используем прерывание. А у ATT-NE13 в отличие от ATT-NE25, ATT-NE45 и ATT-NE85 всего один таймер, который микроконтроллер может использовать под свои нужды. Так что если хочется для работы с диммером использовать микроконтроллер ATT-NE, то нужно брать модель начиная с ATT-NE25. То, что данный интервал соответствует минимальной и максимальной яркости лампы, легко проверить с помощью ваттметра. Подключаем диммер к сети через ваттметр, и видим, что при минимальной яркости лампа и диммер потребляет 1,1 ватт, а при максимальной 66 ватт. Заявленная мощность данной лампы накаливания 60 ватт. Таким образом, если объединить информацию из позапрошлого ролика, где мы управляли плавным включением светодиодной ленты, в том числе при срабатывании датчика движения. И то, о чем я рассказывал в этом ролике, можно создать устройство плавного включения освещения 220 вольт при срабатывании датчика движения. А управлять всем этим будет микроконтроллер ATT-NE85 или даже более младшие модели ATT-NE25 или ATT-NE45. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео.